Минздрав рассматривает возможность вакцинации детей. По данным ведомства, привить можно 2 миллиона подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Вакцинация детей будет производиться только с разрешения их родителей. А санврачи столицы не исключают жесткий локдаун в Нурсултане. По словам медиков, каждый день в столице от коронавирусной инфекции погибает 15 человек. В Минздраве заявили, что заболеваемость ковид выросла в два раза за две недели. Это связывает с дельташтаммом. Только 4 региона не входят в красную зону. Тяжелая ситуация и в столице. По словам медиков, вопрос жесткого локдауна в столице волнует всех горожан. Как отмечают специалисты, все зависит от жителей города. У вируса нет ног. Он может передаваться только от человека к человеку. 201 человек в столице находится в реанимации. В день регистрируется порядка 15 летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки в столице заразились более полутора тысяч человек. Если так будет и дальше продолжаться, и будет рост заболевших, то, конечно, вынужденная мера, как локдаун, допускается, отметила главный санитарный врач столицы. Если рост инфекции не будет снижаться, если граждане и предприниматели не будут сохранять карантинные меры, мы будем вынуждены вернуться к локдауну. Есть еще один риск распространения заболевания. В сети обнаружили чат по продаже паспортов вакцинации. Он действует в мессенджере Telegram. В МВД сообщили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка. С начала июля выявлено 46 объявлений, где за определенную сумму предлагают поддельные паспорта вакцинации и ПЦР-анализы. При анализе указанных объявлений установлено, что их владельцы находятся за пределами территории страны. Возможно, это мошенничество. Однако есть и реальные случаи выдачи поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-тестов. По данным МВД в Казахстане, в 2020-2021 годах по таким фактам возбуждено 65 уголовных дел. Это означает, что среди нас могут ходить те, кто имеет такие паспорта, но на деле они могут заразить окружающих. А в Минздраве заявили, что рассматривает возможность вакцинации даже детей. Вакцина Пфайзер сегодня применяется для вакцинации детей с 12 лет и дальше, то есть без ограничения по возрасту. Поэтому на сегодня мы рассматриваем возможность вакцинации детей, потому что в Казахстане эта прослойка «дети 12-18» – это почти 2 миллиона детей. Это достаточно большое количество. «К сожалению, мы сегодня констатируем, что дети болеют чаще, и сейчас перед нами также стоит задача защитить не только взрослых, но и детей», – отметила Исмагамбетова. При этом, по ее словам, вакцинация детей будет производиться только с разрешения их родителей или официальных опекунов. Оржан Шехмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.